Одни из самых популярных мест отдыха в Шарыповском районе это озера Большое, Круглое и Инголь. Всего же водоемов здесь более трехсот. По словам специалистов, при создании туристического кластера возможно их объединение в целую сеть маршрутов и баз отдыха. Как раз сейчас власти района объявили торги на научные исследования, чтобы впоследствии разработать проект туркластера. Его хотят включить в федеральную программу развития внутреннего туризма в России. Начальная цена контракта полтора миллиона рублей. Победители аукциона должны до 16 мая провести оценку местных гостиниц, предприятий транспорта и общепита, турагентств, компаний, работающих в сфере торговли и развлечений, а также основных зон развития туризма. Начатая и продолжается работа по территориальному планированию туристско-рекреационных зон, по инвентаризации земель, которые пригодны для строительства объектов туризма, которые находятся в собственности муниципалитета и в собственности уже жителей района, ведется разработка новых туристских маршрутов. По словам специалистов, Шарыповский район – это буквально кладезь достопримечательностей, и создание там туристического кластера обсуждалось неоднократно. Еще в июне прошлого года 18 выпускников Сибирского федерального университета защитили комплексную дипломную работу, где подробно расписали как новые пешеходные турмаршруты, так и велосипедные. Причем рассчитанные они были на разную аудиторию, от любителей активного отдыха до школьников. В частности, для школьников проект включает несколько объектов. Это святой источник Петни Лимона, целительный школьный музей, озеро Круглое, мораловодческое хозяйство. Маршрут построили таким образом, чтобы школьникам было интересно, чтобы показать основные достопримечательности района, и самое главное, чтобы впоследствии у тех, кто уже посетил эти экскурсии, возникало желание, ну, как минимум, рассказать об этом. Кроме того, уже разработаны и доведены до стадии пилотного проекта причальные палубы для личных лодок и гидроциклов на популярных озерах района, среди которых те же Большое, Круглое и другие, а также транспортная инфраструктура возле них. То есть предложено изменение подъездной дороги общего пользования, запроектированы транспортные парковки, паркинг временный и паркинг постоянный. Постоянный паркинг развит с учетом возможных пользователей маломобильных групп населения и общественного транспорта. То есть выведены автобусные остановки в отдельную группу. Появление кластера предполагает комплексное развитие местного туризма, говорят краевые депутаты. Поэтому улучшать курорты Шарыповского района будут при помощи частного государственного партнерства. Мы должны смотреть, если есть озера на территории Шарыповского района, то мы, соответственно, должны обустраивать эту территорию, не просто подвезти туда дороги, а чтобы появились базы отдыха, появились объекты какие-то, где человек может приехать, заселиться, прожить сутки, двое, трое, не знаю сколько. Получить какие-то элементы проката, велосипеды. Как раз для этого и будут привлекать инвесторов. Но это уже следующий шаг. Сначала нужно утвердить краевую концепцию развития туризма. Сделать это планируют в первом квартале этого года. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко и Алексей Гусев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова